Привет, как дела? Сегодня я решила покрасить на кухне вот эту вот стену фиолетовый цвет. Мы решили здесь с мамой повесить белые полочки и поставить ее любимые чашечки. Так как нам очень понравилась наша стена в коридоре, которую я покрасила в синий цвет, мы решили развлечься на кухне. Потом, может быть, вот эти все шкафчики тоже покрасим в фиолетовый цвет. Почему фиолетовый? Потому что у нас шторы вот такого вот фиолетового цвета, которые закрывают весь свет, когда тут яркое солнышко по утрам. Эти шторы я привезла из Лондона. Вот там еще чуть-чуть светло-фиолетовый. По-моему, цвет мы выбрали именно вот такой вот в Леруа. Мы опять сходили в Леруа, там заказали ту же самую краску, но только взяли другую колировку с цветом, который я вам покажу в конце. Как получится, посмотрим. Уберем пока все, что тут есть. Пальни вот этой нам уже сколько? Наверное, лет 15. Мама где-то на мусорке подобралась, послала и вот теперь вырастили. Натуральный продукт. Такая вот стена вам досталась от прежних хозяев. Тут еще у нас радио. Радио-точка. Очень важная штука на случай войны. Так, ну и вот эти собачьи дела уже унесем. Итак, купили мы вот такую краску. Сейчас я ее буду открывать, посмотрим, что за свет. Кисточку очередную. И, как всегда, басень. То есть, как это, по-русски контейнер такой для краски. И валик. Валиком, как оказалось, в тот раз было очень удобно красить стену. Как всегда, на окна клеим скуч, чтобы не замазать потолок. А потом туда сделаем плинтусаж, как и в коридоре. В этот раз стена небольшая, поэтому покрашу где-то за час максимум. А что еще нужно? Газетки. Газетки в наше время уже дефицит. Вот все, что у нас есть. Все, что осталось, стены. Все закрыли. Теперь открываем краску. Итак, как выглядит эта краска, сейчас посмотрим. Вот такая краска, эмаль для дерева, акриловая, полу-глянцевая. Колировка 2,7. L-345, это, видимо, номер колировки. И так, как она выглядит. Эта краска. Ах, какой цвет интересный. Начинаем, как всегда, с угла. Верхний угол будем красить. Поэтому краски сейчас немного налью, чтобы красить кисточкой. А-а-а, перчатки забыла надеть. Так, пошла за перчатками. Очередные перчатки надеваем. Очень жарко на кухне, поэтому я решила заплести косичку. Немножко волос убрать. В перчатках я еще никогда этого не делала. Та-дам! Косичка готова. Так. Ну, наливаем чуток. Ой, пока хватит, хватит, хватит. Ой, тяжелая. Как бы мне это все убрать-то? Одной рукой снимать. Не очень удобно. Так, налила мне немножечко краски. Взяла на всякий случай тряпку. Вдруг что-то закапаю. И кисточка. Очень маленькая, тонкая для потолка. Для стыков на потолке. Поехали. Ну, и вот так вот скотч привешен. Можно спокойно красить. Таки на потолке. А вот в другой части, конечно, сложнее. Тут я скотч уже не буду красить. Мне придется вот так потихонечку. Ну, да за шторкой сильно видно не будет. Поэтому тоже сильно не паримся. Красим дальше. Вот так вот я ступилась. Не знаю, как теперь все это вытирать. Оступилась банка. Я чуть-чуть прикрыла. Оказалось, что она не полностью закрытая. Поэтому буду как-то забирать обратно краску. Банка упала, краска развилась. Сейчас мы все это быстренько вернем обратно. А что, прикольно. Ладно. В общем, собираю. Интересно. Зато краска красивая. Сейчас все будет. Вот так вот покрасила себе в обувь. Ну, и тут хорошо газеты нажала. Половина под газетой ничего не промокла. Ну, а здесь быстренько сейчас ототрем. Так. Ну, оставшиеся остатки. Ототрем лайт-спилитом. Чуть-чуть позже. Сейчас сниму перчатку. Все бывает в нашей жизни. Ну, мы его не варим. И вайт-спилит нам в помощь. Чуть-чуть закатываем. И сейчас все отмой. Пока его падает. Надо крышечкой закрыть, а то сейчас еще это разведем. Запах, конечно, как бензин. Ну, проветрим. Вот и все оттерлось у нас. Отлично. Продолжаем. Ох. Ну, все углы прокрасить это, конечно. Сложновато. Тут главное контур прорисовать по углу. И дальше уже можно красить быстро и спокойно. Это самая сложная часть. Покраски стен углы. Углы не прокрашиваются, потому что проклеены они не рула. И получается... Ну, вот так вот получается. Еле-еле. В общем, с углами я мучаюсь долго. Надеюсь, что потом быстренько, валенком все это покрашу. Ну вот, не успела я покрасить. Уже мамка... Мамка пришла проверять. Будет теперь фиолетовый цвет. А ты тоже покрасишь? Ну, если это покрасить потом... Да. Вот этот угол легче прокрасить. Будет вот так просто раз-раз прокрасить. Но тогда я уже когда с челсиком погуляю... Краски полно еще. Ну вот, прокрасила я углы. Теперь валиком все быстро должно покраситься. Продолжение следует... Ну и что, неплохо получается. Какое-то пятнышко белое. Стыки тут надо хорошо промазывать. Иначе будут пятна. Так, валтырь уже пошел. Но он ничего, он просет обратно. Ну, поехали дальше. Музыка. 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 Краска, в принципе, ровно ложится. Ну, попадаются вот какие-то вот шняги от валика, что ли. Валик некачественный, видимо. Ну, в общем, вот такие вот штуки всю картину портят. А так, в принципе, неплохо краска легла. Продолжаем раскрашивать нашу кухню. Музыка. Опять шняга, да что это такое, что это за валик такой, все с него лезет. Ладно, немного осталось, вот еще одна шняга, надо это все убрать. Убираем, смываем. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну еще осталось немного краски налить. Еще пол ведра осталось, неплохо. Ой, немного, наверное, перелила. Так, закрываем плотно крышечку, чтобы не провелась в этот раз. Вот это еще можно собрать на стену. Так, и начинаем снова обудовать валиком. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот так вот стала выглядеть наша кухня в таком вот фиолетовом стиле, с белым столом и стульями. Здесь будет белая полочка с мамиными кружками, а поверху я наклеила плентуса, чтобы выровнять краску с потолком. Вот такой вот у нас дизайн теперь на кухне. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok